Почти два года не может получить участок всего 10 квадратов бизнес-вумен из Иртышска. Жанар Смаилова планировала разместить передвижной киоск, однако земельная комиссия местного кемата в предоставлении на дело отказала. В итоге дело рассмотрели на Совете по защите прав предпринимателей. Время экономического блока. Сельский предприниматель Жанар Смаилова считает, ее заявление просто положили на полку. С 2015-го занимается производством кондитерских изделий. В 2018-м подала заявление на предоставление участка под передвижной киоск для продажи хлебобулочных изделий. Земельная комиссия Акимата Иртышского района отказала. Сообщили, делать это нужно через аукцион. Но в ближайшее время его не объявят. Мол, на это нет денег. Позже уже областные чиновники после обращения бизнес-вумен пообещали. Торги по продаже права аренды планируется провести в октябре 2019-го. Сегодня, в начале 2020-го, ситуация та же. С 2018-го года, это в Иртышске, представляете, 10 квадратных метров не могут найти, поставить киоск. У человека 13 человек работает на производстве. Иртышск, это не Павлодар, где квадратный метр каждый где-то под лупой рассматривается. В Иртышске, я думаю, пустых улиц и пустых мест полно. Кстати, Иртыш попал в число лидеров, будем говорить в кавычках, по лёгкости ведения бизнеса, по рейтингу, когда республиканский рейтинг проводили. Исполняющий обязанности руководителя отдела земельных отношений Иртышского района заявил, сам в этой должности с 5 ноября прошлого года. О проблеме узнал лишь недавно. Я вот не в курсе был, сидел. На сегодняшний день нами разрабатывается проект, планируем проведение аукциона, объявим в конце февраля или начале марта на испрашиваемый земельный участок. Организовать аукцион в течение 90 дней. То есть в течение трёх месяцев вы уже должны были, да, после постановления об отказе должны были уже провести этот аукцион. Ну, действительно, здесь столько времени прошло, аукциона не было. И только сейчас вы говорите, что собираетесь проводить землеустроительный проект. Ну да, здесь нарушение налицо, сколько мы видим. По итогам решили инициировать проверку через прокуратуру с рассмотрением ответственности должностных лиц. Ольга Шкрет, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». О движении рабочей силы в Павлодарской области сообщили в департаменте статистики. По официальным данным, в четвёртом квартале 2019-го на крупные и средние предприятия региона были приняты 9,3 тысячи человек. Выбыли по различным причинам 9,8 тысяч. Из них 84,1% уволились по собственному желанию, а также в связи с нарушениями трудовой дисциплины. 14,7% из-за несоответствия занимаемой должности, выполняемым обязанностям или по другим обстоятельствам, независящим от воли сторон. 1,2% – вследствие сокращения численности персонала и ликвидации организации. Коэффициент замещения рабочей силы по области составил 94,6%, текучести 5,7%. По последнему показателю, самая высокая цифра в Железинском районе – 15,4%. Наименьшее в Акулы – 2,4%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова